Друзья, привет! Это Варлорд. Сегодня смотрим на небольшой, но долгожданный набор. Также я говорил про 501-й Легион, но этот набор тоже его многие ждали. Это арсенал Железного Человека, ну, лучше сказать, наверное, мастерская. У нас перевели как арсенал. 2700 рублей, 258 деталей. Сразу соотношение цена деталей не очень, но тут 5 фигурок. И сегодня я также покажу, как я с одним из уровней, да, у меня есть самоделка в мастерской Железного Человека, вот я с одним из уровней совмещу этот набор, поскольку он является дополнением. Что ж, давайте смотреть. И, если что, на канале Brickstar или уже вышел, или выйдет обзор на Башню Мстителей, самую большую из новинок по Марвел 2020 года за август. Начинаем смотреть фигурки Тони Старка. И это редкость, кстати, потому что предыдущая версия была в микро-версии Башни Мстителей. До этого попадалась в особняке в Малибу у меня есть, но там он в черном костюме. Здесь он в более простой одежде. Ну, у него две эмоции. Одна, кстати, взята с его костюма, поскольку потом можно менять эту голову на костюм. Ну и прическа. В общем-то, здорово, что герой появился, но по факту любой может сделать Железного Человека, имея голову и прическу. Это его костюм. Ну, самый основной в новой волне наборов. Здесь нет головы Железного Человека, конечно. Ну, кстати, мне здесь понравилось, как сделали вот этот задний его обвес с ускорителями. Он очень прикольно смотрится, честно. Тут и наклейки на нем. И, в принципе, он не очень большой и громоздкий. То есть, вот был в наборе Станоса по Войне Бесконечности с кораблем Стражей Галактики. Там был большой обвес. Здесь же он вполне адекватно и интересно выглядит на фигурке. Ну и также продумали подставку, чтобы он не падал. Короче, с этим обвесом смотрится очень даже интересно. Фигурка мне зашла с ним. Дальше. Это прототип брони Железного Человека. Но, несмотря на то, что это как бы просто прототип, фигурка классная, поскольку это как раз новый костюм, эксклюзив данного комплекта. Это просто серебряный костюм, еще пока что не покрашенный. Отлично дополняет мою коллекцию костюмов по Железному Человеку. В принципе, просто металлический костюм. Стильно. Ну и также, естественно, куда же без двух агентов АИМ. И вообще, на самом деле, я так говорю, я только что вот Башню Мстителей записывал. Там их тоже было двое. Ну, что сказать. Реально, все-таки, армия у меня собирается этих агентов. Не самые интересные злодеи. Больше люблю каких-то Читаури и так далее. А не просто вот этих переодевшихся в желтый костюм людей. Ну, тем не менее. С бластерами, зачем-то с желтой насадкой. С шлемами и в этом металлическом костюме. Дальше погнали по аксессуарам. Здесь бургер. И также коробка с игрушками Тони Старка, Тони Стойс написана. Внутри, правда, нет ничего. Видимо, игрушки украли. Да, дальше. Это автомобиль гоночный Тони Старка. Я уверен, что у него есть название. К сожалению, сейчас я его не знаю. Поэтому в комментариях жду от вас. Ну, выглядит, честно, не суперэффектно, как мне кажется. Очень простенький. Катается, естественно. Есть двигатель. Есть два стат-шутера. Можно отстреливаться от противников. Но так, честно говоря, скорее похоже на реальный грузочный автомобиль. Просто в который, ну, типа, ребенок может залезть. То есть, ну, не настоящая машина по размеру. Ну что, здесь продолжение того самого набора. Основная часть постройки. Четыре модуля таких, которые были и там. В принципе, повторяющиеся. Ну, на четырех есть наклейки, во-первых. Ну, и здесь есть также пятый, где микрофигурка Железного Человека. Можете на нее посмотреть. Здесь специально для нее даже стенд предусмотрен. И я не помню, чтобы у Железного Человека был такой костюм. Теперь буду знать. И прикол в том, что это не эксклюзивный геликарьер, где были микрофигурки. А здесь реально просто костюм такого размера. Естественно, все это изменчиво. То есть, вы можете эту часть поместить слева. Как удобно. Здесь есть телефон. Здесь в соседний у нас блок установлен огнетушитель, гаечный ключ. Ну, и здесь наверху какие-то специальные у нас имеются голограммы с какой-то информацией. Видимо, очень важной. Сверху можно даже, кстати, кто не помнит, доставить еще такие штуки, допустим, если вдруг есть. Либо две взятия наверх поставить, как удобнее. Сюда можно разместить прототип. Ну, а так, в принципе, очень-очень небольшой комплект. Ну, и сейчас давайте дополним. Ну, так, в принципе, лабораторию можно увеличить. Что ж, набор неплохой, но для тех, кто имеет большой, то есть, это уже как-то, я не знаю, спорное решение. Хотя, если вдруг нет новой фигурки Железного Человека, вообще тот набор, у вас его нет, допустим, это неплохая замена, если будет по скидке. Поддерживайте канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Пока.